Полноформатное решение задачи В ответе запишите только число, основание системы счисления указывать не нужно Для того, чтобы перевести из шестнадцатеричной, восьмеричной и двоичной системы счисления в другую, нам необходимо выписать разряды числа 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 Переведем 32 из шестнадцатеричной в десятичную Это будет шестнадцать в первой степени умноженное на три плюс шестнадцать в нулевой степени умноженное на два Итого шестнадцать в первой степени будет шестнадцать, шестнадцать умноженное на три, сорок восемь плюс шестнадцать в нулевой степени один Один умноженное на два, два, итого пятьдесят 60 в восьмеричной системе счисления. Итого, 8 в первой степени умноженное на 6, плюс 8 в нулевой степени умноженное на 0. 6 на 8, 48. Двоичная система счисления. 11, 0, 11, 0. Переводим. Итого, это будет 2 в пятой, плюс 2 в четвертой, плюс 2 во второй, плюс 2 в первой, равняется 2 в пятой, 32 плюс 16, плюс 4, плюс 2. Итого, это будет 54. Необходимо было найти минимальное число. Минимальным было число 48. Решим задачу второго типа. Среди приведенных ниже трех чисел, записанных в десятичной системе счисления, найдите число, сумма цифр которого в восьмеричной записи наименьшая. В ответе запишите сумму цифр в восьмеричной записи этого числа. Итого, 55 в десятичной, 83 в десятичной, 91 в десятичной. Давайте вспомним степень восьмерки. В принципе, есть два способа решения задачи. Первый способ — это поделить, как нас обычно учили столбиком в четвертом классе. И также мой любимый способ, который я буду демонстрировать, это использовать степень числа. Вспомним степень числа восьми. Итак, восемь в нулевой — один, восемь в первой — восемь, восемь во второй — шестьдесят четыре, восемь в третий — пятьсот двенадцать. Весь фокус заключается в том, чтобы вычесть наиболее подходящую степень числа, не превышающую само число, и дальше разбираться с остатком. Итак, попробуем. Пятьдесят пять. Наибольшая степень числа, которую мы здесь можем взять, — это число восемь. То есть мы берем восемь в первой степени. Определим, сколько раз мы можем взять число восемь в первой степени. Итак, семь на восемь — пятьдесят шесть. Соответственно, мы можем взять максимально шесть раз. Итого минус сорок восемь. Семь — восстановим число в восьмеричной системе счисления. Итак, в первый разряд у нас попадает число шесть, потому что мы брали восемь в первой степени шесть раз. И в остаток у нас отправляется число семь. Итого шестьдесят семь в восьмеричной системе счисления. Проделаем то же самое с остальными числами. Восемьдесят три минус. Ближайшее число мы можем взять восемь во второй степени. И взять мы его можем один раз. Итого девятнадцать. Далее восемь в первой степени мы можем взять два раза. Минус шестнадцать. Получаем три. Восстанавливаем число. У нас максимальный разряд второй. Соответственно, два, один, ноль. Восемь во второй степени мы взяли один раз. Ставим единичку. Восемь в первой степени мы взяли два раза. Остаток три. Итого числа у нас получилось. Сло двадцать три в восьмеричной системе счисления. Последнее число девяносто один. Девяносто один мы из девяносто одного можем вычесть шестьдесят четыре. Это мы взяли восемь во второй, умноженное на один. Получается двадцать семь. Из двадцати семи мы можем вычесть двадцать четыре. Это восемь в первой степени. Умноженное на три. Получаем три. Восстановим число. Итак, мы брали максимально два, один, ноль. Восемь во второй степени мы брали один раз. Восемь в первой степени три раза. И остаток три. Также в восьмеричной системе счисления. Прочитаем условие еще раз. Среди приведенных ниже чисел, записанных в десятичной системе счисления, найдите сумма цифр которого в восьмеричной системе записи наименьшая. В ответе укажите сумму цифр восьмеричной суммы... В ответе укажите сумму цифр этого числа. Получается, что сумма чисел один плюс два плюс три будет шесть. Первое число. Здесь у нас семь. Второе число. Шесть плюс семь. Тринадцать. И наименьшее число будет шесть. Что же я делал? Как я решал эти задачи? И какой алгоритм я использовал? На самом деле все достаточно просто и тривиально. Давайте я продемонстрирую это на основе шестнадцатеричной системы счисления. Допустим, возьмем какое-нибудь число. Например, один F A. Что это за число и как мы его можем получить? Итак, мы прежде всего должны помнить, что в шестнадцатеричной системе счисления у нас десяток и прочих чисел, состоящих из двух разрядов, нет. Поэтому они заменяются буквами. Давайте. На экране я представил запись в десятичной системе счисления и ее аналог в шестнадцатеричной системе счисления. Как мы видим, десятка соответствует букве A и так далее. Чтобы восстановить это число и перевести ее в десятичную систему счисления, мы это число можем переписать в следующем виде. Число, которое мы с вами выбрали, состоит из трех разрядов. Нулевой, первый, второй. Изобразим точно такую же схемку ниже. Нулевой, первый, второй. Один. У нас так и остается один. Число F. Число F это 15. Число A соответствует десяти. Получается, что для того, чтобы перевести все в десятичную систему счисления, нам все необходимо представить в таком разрядном виде. Далее. Далее. Что взялось? Степень числа у нас пришла из разряда. То есть вот у нас второй разряд, и оно пришло отсюда. 16 это основание системы счисления. Соответственно, второй множитель, это то, сколько раз мы берем это число. Все. Остаются банальные арифметические операции. 16 умноженное на 16, 256, плюс 240, плюс 10. Итого числа у нас получилось 506. Для двоичной, восьмиричной и любой другой системы счисления алгоритм такой же. Теперь возьмем число 511 и переведем его в шестнадцатеричную систему счисления. 511 из десятичной мы отправляем в шестнадцатеричную систему счисления. Вспомним степень числа 16. 16 в нулевой степени 1. 16 в первой степени 16. 16 во второй степени 256. 16 в третьей степени 4096. В принципе, зная степень числа 2, можно воспроизвести легко как и восьмеричную систему счисления, степень восьмерки, так и шестнадцатеричную систему счисления, степень 16. Почему? Потому что в степени двойки все эти числа уже присутствуют. Итак, возвращаемся к нашей задаче. У нас есть 511. Из 511 самое ближайшее число, которое мы можем вычесть, 256. И это мы с вами можем сделать только один раз. То есть мы взяли 16 во второй степени, умноженное на 1. В результате получим число 255. Из 255 мы можем вычесть только 16 в первой степени. Так как 16 во второй степени, то есть 16, умноженное на 16, нам дает 256, то разумно взять ближайшее число, то есть 15. Итого у нас получается 240. 255 минус 240 мы получаем 15. Достаточно. Восстановим число. У нас максимальный разряд был второй. Пишем 2, 1, 0. Мы взяли 16 во второй степени один раз. Записываем 1. 16 в первой степени мы взяли 15 раз. Но вместе с тем мы помним, что числа 15 в шестнадцатеричной системе не существует. Вместо него у нас число F. И также осталось у нас число 15. То есть в остаток, в нулевой разряд, также записываем число F. Получается, что ответ 1, F, F. В шестнадцатеричной системе счисления это то же самое, что 511 в десятичной. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.